друзья здорово всем съездил сейчас на базарчик прикупил себе упоры капота такие так называемые торсионы а то уже вот как побольше чем как полгода мечтаю об них потому что мои уже сдохли короче говоря все торсионы ставлю на так вы знаете чопик деревянный на упор деревянный капот а это как бы необходимая часть постоянно как вы знаете я лажу под капот и открываю закрываю если открыл значит он должен на чем-то держаться и поэтому все-таки я решил и съездил на базар и купил торсион правда родные я не нашел в чехлах которые идут на 203 заменитель сейчас приобрел от mitsubishi каризмы задней двери на такие я не знаю как поверье по уверениям продавца более-менее усиленный чтобы ну капот тяжело же чтобы он держал довольно долго поэтому подобрал от mitsubishi каризма и вот сейчас я их вам покажу и попробую их установить на капот и посмотрю как они стоят открывают закрывают держит или не держит вот они торсиончики вот такой номер на них ммс каризма длина вроде 60 сантиметров но вот такой вот вот такой вот упор вставлю и как видно что вот он чехол вот вот он амортизатор можно было вот этот амортизатор короткий такие есть в продаже вот амортизатор такой короткий купить он сюда чехол вкручатся но дело в том что у меня второго нету он был но чехол сломался это он какой-то левый был в общем я его выкинул а этот пока работу он держал сейчас он сдох вот после зимы долго машина стояла у меня там когда ремонтировал коробку вот и он короче за это время сдох вытек сейчас вот решил сейчас вот и займемся этими сего нами вытащим и посмотрим что это такое топ торсионов вот я их называют торсионами в предыдущих роликах у меня есть на моем канале я менял торсионы упора капота на омегина своей и мне постоянно люди писали да ты вообще валенок ты как вообще называешь торсионы торсионами это не торсионы это упора или там еще держаки капота ясный перец что это держаки капота но это торсионы посмотрите торсионов так что сейчас мне не пишите что это не торсионы торсионы а торсионы это не торсион в общем поменяем сейчас установлю их сначала на вот эту сторону потом туда крепится они обыкновенным образом вот эту вот скобу вот эту скобу вот оттягиваете сторону чуть-чуть освобождаете вот это место для шарнира также здесь оттягиваете скобочку и ставите на вот эти вот шарниры и так друзья поставил упорчик вот с одной стороны с другой стороны капот вот сейчас вот так открывается то есть поняли да на тех был угол открытия вот такой сейчас стал такой уменьшился намного уменьшился угол открытия ну держит капот причем знаете так мощно держит прямо через чур мощно с таким с усилием надо чрезвычайно мощно держат ну да ладно пусть будет так потому что таких чехлов я не нашел и не найду а если найду то они знаете какие дорогие легче купить билет на ракету и в космос чем вот такие чехлы амортизатор здесь коротенький вот этот вот такое это за счет того что он вот здесь вот в этом вот месте раздвигается капот больше открывается на большого ладно будем довольствоваться тем что сейчас есть зато не буду ставить на различные подпорки еще раз посмотрим что вот вот этой вот модели понашли эти газ спрингеры ну вот в общем то то и все замена не сложная все легко и просто старый сняли новые поставили теперь будете знать что подходят такие торсионы упоры капота от такой модели как митсубиси каризма с пятой двери с багажника да они идут более такие усиленные тугие час вы наглядно это видели что что-то чрезвычайно тугие но может быть и больше будут работать не знаю посмотрим стоят они сколько купил за 4000 за 4500 тенге короче стоят они где-то за них 6 просят в общем-то нашел местечко за 4 500 и взял так что теперь знаете будет пользоваться вот таким вот заменителем родных упоров капота длина этих упоров 60 сантиметров 50 сантиметров вот подошли капот закрывается открывается вот на такой угол как я вам сейчас только что показал что ребята на этом все всем удачи до новых видосов